Не все хозяйки готовы сегодня сами лепить пельмени и вареники, крутить блинчики и голубцы. Тем более, что магазины полны разнообразных полуфабрикатов. Потребитель чаще всего выбирает так называемый домашний продукт и искренне считает, что делаются они дома. Насколько соответствуют условия производства вот таких домашних пельменей домашним, мы проверили. Прежде чем отправиться на производство, мы выяснили, насколько популярны пельмени, вареники и другие подобные блюда у населения. Предпочитают сухом чайник готовить сами, покупают ли в виде полуфабрикатов и каким производителям доверяют больше. Поставщики есть в магазине, которые сами делают, просто качественно. И когда знаешь, кто производитель, приходишь в этот магазин и покупаешь. Потому что в магазине, в этом универсале неизвестно, что ты возьмешь. Это очень просто. А по цене это равное. Когда сам приготовишь, оно намного вкуснее, но то, что готовят, больше доверяешь, потому что здесь может добавки всякие быть. Очень много. А наши все равно как-то стараются. Ну пусть и не вырезка там, но мясо хоть какое-то чувствуется. Человеки предпочитаете, фабрично упакованные или домашние? Вообще домашние. А почему? Ну они более, мне кажется, натуральные. Покупаете вареньки, пельмени, блинчики? Покупаю, покупаю. Скажите, какие вы почитаете, фабричные или домашние? Домашние. А почему в домашние выбираете? Домашние лучше. Вкуснее? Конечно, да. Или вы просто больше доверяете? Доверяю. Упакованные в простые полиэтиленовые пакеты с минимумом информации на вкладышах. А то и вовсе без них. В таком виде чаще всего встречаются домашние полуфабрикаты в сухумских магазинах. А вот ценник 199 рублей. Это за килограмм, за упаковку, за пакет. Взвешенный? То есть это вот взвешенный, да? То есть это потребитель должен гадать. Кто, где и когда их произвел, непонятно ни потребителю, ни продавцам. Который, судя по всему, не требует с поставщиков ни накладных, ни сертификатов качества. Ну вот вы, реализатор, когда вам привозят продукцию местного производителя, сопровождаются какими документами? Не знаю, честно говоря, документы никто не предоставляет, принесут обычно участники. Возможно, производители не указывают адрес своего производства, потому что опасаются, что кому-то станет интересно, где и как производится продукт питания. Например, в таком сарайчике, где не соблюдены даже элементарные нормы пищевой и технической безопасности. Там паутины, значит, то есть антисенитарей, во-первых, стен. Никогда, наверное, здесь уборок не было. Во-вторых, значит, на холодильнике нет паспортов, нет заземления стандартного. В-третьих, здесь должны быть полы кафельные, чтобы вымывать растворы. А здесь под линолеумом, да еще с такими деревянными полами, здесь каких только паразитов может не быть. Грязная раковина, столы и свиты из старых досок, ржавые инструменты, паутина на стенах, мухи. По словам специалистов, это помещение не предназначено для изготовления пищевых продуктов. Ну, здесь только можно велосипеды собирать. Продуктов нет. Оголенные провода и газовая аппаратура, установленная против всех правил. Но это проблема не редкости для производства, где пытаются соответствовать стандартам. Например, в цехе ИП «Сардарян» газовый баллон установлен в дальнем углу комнаты, вместо того, чтобы располагаться на улице. А прямо за ним спрятан огнетушитель. Такая расстановка противоречит и нормам, и логике. Газовый баллон находится внутри помещения, и там, где люди готовят. Что вообще не полагается никогда. И, значит, противопожарная безопасность. Этот огнетушитель находится за газовым баллоном. Он недоступен так, чтобы его, если там что-то пламя будет, он должен висеть здесь. Кроме того, ни у одной из работниц цеха нет действующей медицинской книжки. По словам хозяйки производства Маргариты Сардарян, все это из-за того, что она уделяет больше внимания контролю качества сырья для своей продукции. А процесс изготовления упускает из виду. Но предпринимательница обязуется исправить все нарушения в положенный срок. Там, где хозяйки нет целый день, вы понимаете, что могут быть какие-то упущения, какие-то недоработки, все. Но мы стараемся. Что касается продукции. Продукция выпускается, вся ручная лепка. Заготовка, вот сыр, это, если вы знаете самый заметный, у нас сыр, есть сыр-колобок в слугуне. Вот вареники только из сыра этого. Я сама его привожу, завожу сюда. Мясо мы покупаем на рынке. Судя по тому, как у работниц цеха появились шапочки ровно в тот момент, когда на пороге появилась начальница, хотя до этого они утверждали, что их нет вообще, у Маргариты Сардарян вполне может получиться наладить производство согласно принятому стандарту, как это делается в цехе по производству полуфабрикатов индивидуального предпринимателя Убирия. Проверяющим было неудобно входить в почти стерильное помещение, где все шесть работниц одеты в соответствующую форму. Но пришлось, так как для специалистов госстандарта халатовый шапочек не нашлось. А проверить, насколько правильно хранится сырье и готовый продукт, было необходимо. Незначительные нарушения эксперты все же обнаружили. Нарушается товарное соседство в холодильниках, это ввиду нехватки холодильного оборудования. Отсутствует маркировка готовой продукции в холодильниках. То есть это что такое? То есть мы пришли, должны были посмотреть, какого числа была выпущена продукция. Она отсутствует. То есть может она месяц у них будет лежать, а может нет. Это со слов хозяина объекта известно, что было в пятницу приготовлено. На самом деле когда-то было неизвестно. То есть вот такие вот замечания. А так в целом нормально все. По словам заведующей производством Аиды Панасян, в ее цехе не раз бывали представители надзорных служб. Поэтому сотрудники стараются соблюдать все правила производства. Но самое главное для них оценка – одобрение потребителя. От клиентов только мы благодарность слышим. Плохого не слышали. И в принципе все проверяющие нас тоже хвалили всегда. Сегодняшнюю проверку я не ожидала. Как рассказывает Аида, производство полуфабрикатов в Абхазии – бизнес не слишком прибыльный. Дохода хватает только на жизнь, но не на расширение бизнеса. Да и спрос на них товар сезонный. Денег не хватает, наверное, все-таки должно быть что-то. Я хотела бы, чтобы оно было большое, оборудованное, но на это денег не хватает. Поэтому как-то вот так все получается. Производителей полуфабрикатов множество. Мы выбрали самых популярных и широко представленных на рынке. О своем визите заранее не предупреждали. Поэтому в некоторые цеха нам попасть не удалось. Производство находится в частных домах, за высокими заборами. И даже закон о защите прав потребителей не позволяет проходить сквозь запертые ворота частных владений. По закону так быть не должно. Но нормы кустарного производства четко не регламентированы в законодательстве. И поэтому производители имеют лазейки для укрытия от надзорных служб и налогов. Проект «Стандарт» работает как раз для того, чтобы указать на пробелы в законах и их последствия, как для страны, так и для каждого отдельного гражданина Абхазии. Редактор субтитров А.Семкин